Малая, запрыгивай! Привет! Привет! Как дела? Зай, опрыгивай давай! Ха-ха-ха! Делара Зинатулина, блогер и владелица собственного бизнеса, жена известного российского рэпера Моргенштерна. Из-за довольно неоднозначной музыки мужа, у девушки есть как хейтеры, так и ярые поклонники, но это не мешает ей зарабатывать огромные деньги в Инстаграме и ТикТоке. Сегодня мы расскажем, как же живет и сколько зарабатывает Делара Зинатулина. Не секрет, что миллионы подписчиков в социальных сетях позволяют блогерам зарабатывать тысячи долларов на рекламных интеграциях с брендами. И Делара не исключение. Хотя она всегда говорила, что пока только догоняет своего мужа, который является миллионером, все же зарабатывает она очень даже неплохо. Совсем недавно она прорекламировала духи Паку Рабан, косметику Клиник Раша и поучаствовала в коллаборации с Каиф Бургер. На вопрос, как же у нее проходит отбор на рекламу, блогер ответила, что выбирает как известные люксовые бренды, так и обычные компании, которых многие не знают. В ее блогах можно увидеть как рекламу косметики, так и, например, сосисок. По словам Делара, она ориентируется на качество продукта. Если оно ей нравится, тогда она соглашается на сотрудничество. Если нет, отказывает. Девушка часто путешествует вместе с мужем за границу, а также носит сумки и часы самых знаменитых брендов, подаренных мужем. На 21-й день рождения Делары, возлюбленный подарил ей чемодан с 5 миллионами рублей и красный рейндж-ровер, что очень порадовало девушку. Судя по соцсетям парочки, они себе ни в чем не отказывают. Более того, совершенно не боятся показывать свои миллионы на огромную аудиторию. В жизни блогера были и другие парни, но больше всего известно про ее отношения с Моргенштерном. Молодые люди познакомились в 2017 году, когда парень еще не был настолько знаменитым. При их первой встрече рэпер был настолько пьяным, что он смог лишь напугать Делару, но никак не влюбить в себя. Но познакомившись поближе, девушка им очень заинтересовалась и попыталась привлечь его внимание. Они часто пересекались на вечеринках и проводили время вместе. В 2019 году стало известно, что Делара и Алишер съехались и начали встречаться. Как раз в это время к рэперу пришла настоящая слава, и он полностью погрузился в создание музыки. Он уже не мог проводить время с Деларой как раньше, поэтому предложил ей свободные отношения. Девушка отказалась, и они расстались, но остались друзьями. Через год пара все же возобновила отношения. Причем вернулись они довольно феерично. Делара выставила фотографию, на которой парень целует ее живот и подписала «От тебя будет очень красивый сын». Конечно же, подписчики сразу предположили, что девушка беременна, однако это была просто шутка для привлечения внимания. В июне 2021 года Делара сделала предложение парню, знатно его повеселив. Он был просто в восторге и, конечно же, ответил согласием. Через месяц рэпер сделал ответное предложение Деларе на съемках своего клипа, став на одно колено практически голым. Девушка без раздумий согласилась, и уже в августе пара сыграла свадьбу в стиле 90-х. Среди гостей торжества можно было встретить Ксению Собчак, Артура Пирожкова, Даню Милохина и многих других. Сейчас супруги живут вместе и являются самой обсуждаемой парочкой российской эстрады. Лишь услышав имя Делары, можно понять, что у девушки явно восточные корни. На самом деле, по национальности она татарка, поэтому ее имя можно найти в списках татарских, турецких, азербайджанских и казахских имен. У него множество значений, но самое интересное из них – это украшение сердца, любимая и красавица. Видимо, такое имя родители выбрали неспроста, ведь девушка была красивой как в детстве, так и сейчас. По детским фото Делары заметно, что она всегда была милым ребенком, с длинными волосами и румяными щеками. До девятого класса она была круглой отличницей, приносила домой только пятерки и была довольно застенчивой. Однако переходный возраст внес свои коррективы. В старшей школе успеваемость девушки сильно упала, так как вечные дискотеки и тусовки у друзей совсем не оставляли времени на учебу. Счастливый брак строится не только на огромной любви друг к другу, но также и на поддержке в трудные минуты. Будучи женой самого эпатажного и неоднозначного рэпера России, Делара постоянно поддерживает его творческую деятельность. И не просто за кулисами, а в центре съемочной площадки. Она часто выступает главной героиней его клипов, продвигает его музыку и благодарит в соцсетях. Девушка всегда с восхищением отзывается о муже, радуется возможности поучаствовать в его масштабных проектах и получить ценный опыт. В одном из постов в Инстаграме она пишет «Мой самый лучший пример и учитель – это мой муж. Мой наставник, человек, который каждый день открывает мне новые возможности и мотивирует меня расти, развиваться, учиться и работать». Девушка очень любит животных, поэтому в их доме есть кошка и собака. Котенка зовут Кесси и еще до свадьбы с Моргенштерном. Дилара часто проводила с ней время, фотографируясь и показывая в своих сториз. В 2021 году, когда пара поженилась, у них появился Корги по имени Гавкашмыг. Интересно, что питомец был подарен им на свадьбу одним из гостей. В прошлом году девушка стала хозяйкой собственного салона красоты в центре Москвы. На церемонии открытия присутствовали ее муж, некоторые звезды и популярные инфлюенсеры, а возле дверей собралась огромная толпа. Дилара разрезала торт в форме золотых слитков и объявила, что тут рады каждому, вне зависимости от их пола. Сразу же после этого Моргенштерн вышел на улицу и выбрал двоих желающих стать первыми клиентами салона. Ими оказались двое парней-подростков, что очень позабавило присутствующих. Сейчас бьюти-салон активно работает, но многие посетители жалуются на чересчур завышенные цены. Цены на маникюр стартуют от 2000 рублей и могут достигать почти 6000. Несмотря на это, многие поклонники Дилара оправдывают такую стоимость тем, что таким образом она может покрыть высокую цену на аренду помещения в центре, выплаты зарплат топ-мастерам и закупку хорошего оборудования. Как бы там ни было, салон девушки пользуется успехом и приносит хороший доход. Огромное количество подписчиков и знакомство с интересными людьми открыли Диларе дорогу в самые разные сферы шоу-бизнеса. Совсем недавно она поучаствовала в показе грузинского дизайнера Бичола Тетрадзе, как модель, закрывающая показ. Конечно же, девушка не смогла не поделиться этим радостным событием в соцсетях. Однако комментарии под постом разделились на два лагеря. Одни хвалили и поздравляли девушку, а другие, наоборот, критиковали ее. Многим показалось, что Дилара была очень скованная и неуверенная, а походка была странноватой. Кто-то вообще говорил, что на подиум она попала только благодаря деньгам и связям своего мужа. Но так как у нее нет модельного опыта, строго судить ее не получается. Конечно, быть в объективе фотокамер – это для нее не впервой. Но есть огромная разница между съемками тиктоков и подиумом. Учитывая огромную популярность мужа, нет ничего странного в том, что у Дилара огромное количество звездных друзей. Например, на показе Бичолы она смогла пообщаться с певицей Светланой Лободой и ведущей «Орла и решки» Марии Миногаровой. Дилару часто можно увидеть в компании Тимоти, Дани Милохина и других известных артистов или блогеров России. Но какой же была жизнь девушки до того, как она стала популярной? Дилара Зинатулина родилась 29 марта 2000 года в Уфе, там же, где и ее будущий муж. В семье Зинатулиных было двое детей, обе девочки – старшая Дилара и младшая Маша. Как уже было сказано, будущая звезда социальных сетей училась на отлично до девятого класса. Однако в старших классах оценки школьницы значительно упали, и она с огромным трудом набрала минимальное количество баллов на ЕГЭ. Плохой результат экзаменов не позволил ей поступить в престижный университет в столице, поэтому ее приняли в один из нефтяных вузов Башкирии. Девушке не нравилась эта специальность, она уж точно не собиралась посвятить всю свою жизнь нефтяной промышленности. В то же время она начала активно вести Инстаграм и ТикТок, и стала там довольно популярной. Уже со студенческих времен она могла самостоятельно обеспечивать себя, так как неплохо зарабатывала на рекламе. После знакомства и начала отношений с Моргенштерном, карьера девушки стремительно пошла вверх. В этом году количество ее подписчиков в Инстаграме уже превысило 4 миллиона, а за аккаунтом в ТикТоке следят почти 8 миллионов людей. Кстати, свой первый миллион подписчиков в ТикТоке блогер набрала благодаря Моргенштерну. Рэпер попросил поклонников подписаться на нее, чтобы перейти границу в 1 миллион. И всего за 20 минут мечта девушки наконец-то свершилась. Дилара постоянно подогревает интерес к себе, пробуя себя и в моделинге, и в актерском деле. Вот и все на сегодня. А как вы относитесь к деларе Зинатулиной? Поддерживаете или игнорируете? Делитесь в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok